Ой, а это я домой пришла с работы. Это вот мои следочки. И это кошачьи, как видите. Вот это надо чистить. И тоже, видите, тропка кошачья. Лапа в лапу. Лишних следов нет. Как будто только две лапы у кошки, а не четыре. Видите, как они ходят? Чтобы лишнее не топтать. Вот это надо мне чистить. Тут моя орхидея в окно заглядывает. Меня приветствует из окна, смотрит на меня. Ну и вот за калиточкой уже тут люди протоптали. Ну, я всегда чищу. Здесь тоже и в другую сторону. Здесь никто не живет в доме. Тоже надо будет чистить. Кто-нибудь, может быть, пройдет, помянет добрым словом, что я дорожку людям прочистила. Тут и деток на саночках возят. Не расслабляемся. Берем лопату и чистим. Курточку сейчас одену рабочую, варежечки. Это мой прораб вышел. Будет проверять и принимать, как я почищу. Сидел дома, пока я на работе была. Вот. А сейчас вышел, видите, прогуляться. Черный кот на белом снегу. Здесь мы почистили. За калиточку выйдем. Где наш прораб? Кто будет принимать работу? Вот здесь вот я почистила. До соседнего дома. Вот это не жилой дом. Поэтому это на моей совести эта тропиночка. Смотрим в другую сторону. Вот. Вот это тоже я почистила. Снежок такой хороший. Не тяжелый совсем. И не очень холодно. Видите, снег белый-белый. Даже не очень-то видно, что это тут дорожка. Ну, хотя, если приглядеться, видно. Вот. И опять начинает снег падать. МЧС сегодня рассылали предупреждение. Что будут снега. И вот смотрите. Смотрите, уже сколько навалило. Несмотря на то, что дожди были. Сколько же здесь высота примерно. Ну, конечно, я здесь еще и снег чищу, подбрасываю. Ну, раз, два, три, четыре. Ну, сантиметров сорок есть. Вот. И еще будет идти. А это еще дожди были. Еще снег осел. Ко мне еще вот здесь почистить. И знаете, снег чищу. Такая мысль в голову пришла. Думаю, интересно, бывают ли дворники шестого разряда. Про другие-то специальности я знаю. У нас была девочка-лаборант. Пришла совсем новенькая, только после школы. Ничего не умела совершенно. И даже слово лаборатория было для нее в новинку. Ей дали второй разряд. Как ничего не умеющий пока второй разряд. А я вот чищу снег и думаю, бывает ли шестой разряд у дворников. Ну, вот если бы был, знаете бы я, что бы сказала этому дворнику. Что, вот видите, у меня вот так начищено-начищено. Вот. А так как еще снегопад ожидается, еще это будет у нас. Поэтому по шестому разряду я бы вот так еще снег сдвинула. Чтобы было, где место разместить новую порцию снега. Вот так вот. Не совсем удобно одной рукой. Вот другой-то руке у меня телефон. Я же еще тут не обзавелась собственным оператором. Вот. Я надеюсь, видно, да? То есть эту макушку, сугробу снежному, что я накидала, ее надо срезать. А здесь вот еще можно будет, гляньте, сколько много снега наложить. И еще, знаете, какую хитрость заметила? Вот смотрите, вот он, да, склон. Если я буду вот так кидать, то этот снег и будет всыпаться. Он на этом склоне. А если еще подморозит и не удержится ничего. Я такую хитрость, ну, это, наверное, не моя хитрость. Это, наверное, общенародная хитрость. Я делаю вот такие вот, ну, как их назвать-то, зарубки, засечки, что ли. Вот так вот. И тогда, смотрите, этот снег я буду кидать. И он уже не будет так много сбрасывать, уже не будет так сильно скатываться. Он будет задерживаться в некоторой степени вот в этих своеобразных кармашках. Я их, можно и так, наверное, назвать. Это, если ограниченное место, куда снег сбрасывать, то можно вот такую хитрость использовать. Вот, ну, на шестой разряд-то, конечно, я в силу, наверное, того, что я женщина. У меня нет таких способностей физических, как у наших мужчин любимых. Поэтому, ну, может быть, на пятый разряд хоть я тяну. Вот. И всегда, вот видите, у меня отмосточка, вот она, кончается. А я всегда делаю вот такой желобочек, когда чищу снег. Ведь весна не за горами. И вообще теплые погоды вот тепели. Этот снег будет таять, и он будет там оставаться. Он не будет затекать на отмостку, не будет скользко, будет хорошо. И он там будет оставаться, а у меня здесь дерево. И пусть оно пьет эту водичку. И по отмостке ходить будет не скользко. Вот так вот сюда. Раз. Делаю небольшую ямочку. Там в воде будет куда стекать. Не скользко будет. Тепло, не холодно. Очень тихо. И даже вот этот физический труд, казалось бы, да, снег чистить, не так уж это и легко. Но я сегодня даже этой работе рада. Никуда не торопясь. Чистить снег. Получать даже наслаждение какое-то от этой работы. Дышать полной грудью. Воздух чистый, хороший. И вот этот снег выпавший. Он сегодня ночью выпал. И я его обязательно наберу в ведро. Я этот снег потом отрастаиваю. Получается вода. И поливаю свои комнатные цветочки. На уличной части мы с вами уже почистили. А вот это у меня ход в огород, в мой сад. Вот это крыльцо тоже надо чистить. Тут даже уже плохо видно, что это крыльцо. Смотрите, как сливается, да? Вот это вот. Это же вот ступеньки идут. И следы кошачьи. А вообще, не знаю. Мне почему-то детство вспоминается. И почему-то кажется, что в детстве было больше снега. Ну, это, наверное, у всех от своего возраста. Наверное, и все вспоминают. И кажется, что действительно больше было снега. Ну, это из той же оперы, наверное, когда говорят, деревья были большими в детстве. А сейчас какие-то маленькие. Может, тоже были меньше. Поэтому нам осталось, что снег. А вообще, я помню, приехала в деревню у бабушки. У нас еще бабушка была была. И тоже сколько снега выпало. Что я даже пещеру вела по себе. В этом саду. В этом саду. На лыжах катались. А потом так приятно было на печке отогреться. Ну, наверное, многие понимают, о чем я говорю. Еще, кстати, оставлю тоже ссылочку, кто захочет посмотреть. Деревню моего детства. Может быть, у кого-то похожее было. Там, конечно, летние съемки. Но, может быть, кому-то тоже будет интересно. Вот такая работа у меня, у дворника пятого разряда. Еще надо вот здесь прочистить, вокруг дома. Как раз вот где кошечки мои ходят. Кошечкам тоже надо почистить. А как же? У них же нет лопаты. Так, это я немножко аж прошла вглубь своего огорода. И вот смотрю, вот это поле-поле белое-белое, а где-то здесь моя же елочка. Где же она есть? Вот где-то здесь. Давайте поищем. Где же моя елочка? Не вижу, куда елка-то делась. Где-то здесь должна быть моя елочка. А, гляньте, как засыпало. Вот она, елка-то. Ай, сколько снега. Вот только макушка торчит. А там вон наст ледяной. Все, не удолбать. Ну, вот я ее хоть немножко так вот приоткрыла, потому что они же все равно живут, дышат эти деревья. Смотрите, сколько навалило-то еще. Я даже ее не сразу и нашла. А вот еще холмик. Видно вам? Вот он, небольшой холмик. А здесь помните, что у меня растет? Ну, вы-то не помните, а я-то помню. А здесь растет самшит. Вот он, самшитик. Ну, тоже немножко его приоткрою, пусть дышит. Это моя туя. Надо ей снежку подсыпать, укрыть ей ножки. Снег я не притаптываю, потому что, ну, я долго уже на эту тему рассуждала. Еще в прошлом году, прошлой зимой. Тоже хотите, ссылочку оставлю. Послушайте мои рассуждения, посмотрите на моего кота и поймете, почему я не притаптываю снег вокруг деревьев. Рада была прогуляться вместе с вами. Благодарю вас за совместный труд. Я прям чувствовала вас за своей спиной. Надеюсь, что мы с вами еще увидимся, что-нибудь интересненькое посмотрим. До свидания. До следующих встреч. С вами была Марина. Продолжение следует...